Дождливый октябрь в Уссурийске Начало этого города совпадает с истоком одноименной реки Брисбен. Такое название она получила в честь губернатора Томаса Макдугала Брисбена. Сегодня Брисбен-Ривер – городская транспортная артерия. Но пару столетий назад это был главный судоходный путь. Корабли когда были поменьше, в 19-м, в начале 20-го века, они доходили и до центра морские. Но теперь порт, наверное, где-то ближе к морю. Вообще же это очень один из важнейших портов Австралии. То есть через него идет торговля, на Китай товар идет, руда, металл. На территории современного мегаполиса раньше жили аборигены. Сегодня темпы роста коренного населения превышают среднеавстралийское из-за большой рождаемости. Аборигены живут в резервациях. Их боевое и охотничье оружие – бумеранг – известно далеко за пределами Австралии. Настоящие бумеранги я видел только в музее. Так, в каждом магазинчике там, в зависимости от кошелька, их полно красиво разукрашивают. Ну, по-моему, они не летают. В Брисбоне легко дышится. Город очень богат растительностью. Один из самых крупных парков – ботанический сад. В нем много австралийских ореховых и мангровых деревьев. Фиговое дерево с воздушными корнями. Бутылочное дерево там растет. Но оно бутылочное, потому что по форме похоже на бутылку. Там много еще и растет, даже не знаю названий. Пальмы всякие, бамбуковая роща. Причем интересно, на бамбуковой аллее единственное место в Брисбоне, где я видел, где есть народные надписи. То есть прямо на бамбуке написано, что что-то типа здесь был вайс. В парковой зоне отдыхающие могут расположиться не только на лавочках, но и прямо на траве. Там живут по принципу – чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. В общем, заметьте, собачек-то выгуливают на поводках, в намордниках. Ну, хозяева за ними все убирают. В общем, на входе в парк, да, ну, по крайней мере, я видел в одном парке, специально стоит установочка, где собачник можно взять в пакетик. Игорю удалось познакомиться с главным символом Австралии – кенгуру. В зоопарке можно купить специальный корм. И эти дружелюбные животные принимают его прямо с рук посетителей. Остальных зверей потрогать нельзя. Ну, там тот же самый вомбат сидит за стеклом. Написано, что мы симпатичные, но это не значит, что нас можно трогать руками. А фото с Куалой – целый аттракцион. Этот единственный представитель семейства Куаловых только с виду очень ленив. Чтобы сфотографироваться с ним, нужно встать в специальные следы в бетоне. На руки посадят это мягкое создание. Но двигаться нельзя, иначе он поцарапает или укусит. Подходят фотографы, еще помощник с веточкой зеленой. Вот человек с веточкой мажет веточкой под носом у Куалы. И у Куалы делается осмысленное такое лицо, такое умное, чтобы она смотрела в объектив. После двух недель в зеленом и спокойном Брисбане Игорь поставил еще одну отметку на своей личной карте путешественника. Как оказалось, он не против туда вернуться, но снова туристом. Что-то там лучше, чем у нас, что-то хуже, чем у нас, что-то так же, как у нас. Ну, я не знаю, я просто уже не очень молодой человек. Я не уверен, что смог бы жить в другой стране. Субтитры создавал DimaTorzok